Я был на Кубе некольких годов тому, и на дворе там ведомо инше, не такое, как сегодня в Беларуси. Там фактично завсёды тёпло, и Кубу можно поравнать с таким земным раем. Але, на жаль, Бог не дав кубинцам свободы. На днях помёр лидер кубинской революции Фидель Кастро. Я сгадываю свою поездку на Кубу, яка отбывалася некольких годов тому, с правооборончей миссией, коли мы ездили допомагать кубинским грамадзянским активистам, блогерам, правооборонцам. На жаль, ситуация с грамадзянскими свободами там жахливая, фактично всё затиснуто. 9 миллионов кубинцев живут на этой выспе, фактично як у заливанной казарме, где нема неких правооб и свободов, и люди живут вельми бедно. Середние заробки знаходятся у межах 10-15 евро. И натурально там великое жабрацтва и великое недоля. Люди, яке, тем не менее, грамадзянская супольность там не знищена кончаткова, не глядзич на тые велизные репрессии, яке Фидель Кастер режим проводил все гэтаи годы. И сотни полезневолюных, и тысячи полезневолюных за гэтаи часы з'являются светками гэта. Мы встречались с семьёй одного из таких полезневолюных, человеком, який хотел лепшого життя для всего кубинского народа. И он сидел у турме, а его семья, дочка и жёнка вырошили сделать такой поход протеста с упроцезневолюня своего родного человека. И они пошли из маленького, невеличкого городка, який находился за некольки сотню километров от Гаваны, в Гавану. И они шли с плакатом вдвоёх, и кубинские влады выкрыстались в упроцезненный способ, их не спыняли, але в каждом местечке, в каждом городке их суструкали загадзя подрихтованные активисты, так званые комсомольцы, іншы партынные активы, які зневажали гэтых жанчын, плевали у них, кидали розными адкидами, обзывали гучно. И они фактично проходзели прас таки строй людей, які просто вылевали на их хвалю ненависти. И вот это ихний поход, и он проходзел фактично однолького в каждом местечке, в каждом городке. Але тем не меньше, они годно и шли. Они дайшли Амаль до Гаваны, и уже литерально в некольких километрах, только нервы у Владау не вытримали, их спынили, порвали ихний плакат, их закинули в машину, сбили и завезли назад у их родный маленький городок. Вось дачка гэтага полезняволянага распавядала мне гэтую историю, и шепператым, як я сидел в турме, и мне было вустешно, и я разумею, што в нейчым ситуация с подавленням свабоды на Кубе отпавядая ситуация в Беларуси. Зараз Фидель Кастро помер. Я спадзеюся, што кубинский народ з доляя прачнуться, з доляя позбавиться гэтага страху, ки души у яго вся гэтая десяти годзе. И кубинцы варты лепшага жыцца. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...